Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Слушай, 450 CRF всё равно, он по-любому будет мощнее, чуть-чуть он мощнее, в любом случае. Это немного другая философия 2Т. Поехали, как сатана! Давай на лёг, а ну езжай, езжай вперёд, я на лёг. Ну чё, пацаны, и берите эндуро? Кайф! Как тебе мотоцикл для начинающего норм? Вообще самое то, внизы есть, всё отлично. Заводится легко, да? Легко очень. Едет 100%, валит как сатана, но почему не приподнимается сейчас? Потому что асфальт очень мокрый, он реально буксует, чего я не ожидал. Я в поворот заходил, дал газу, и он реально прям пробуксовывает, боком уходит. Поэтому надо выезжать летом смотреть. Но по моему ощущению CRF 450 на козла лучше приподнимается. Но опять же, здесь задний амортизатор под вопросом. По моим ощущениям CRF едет примерно так же. Чуть быстрее, да, чуть быстрее, но по разгону. Примерно то же самое. У него сразу чувствуется провозная тяга. Да, приход с низов там, конечно. С низов, а здесь вот именно верха. Да, верховой. Он прям пуляет и пуляет. А здесь с верха он начинает пробуксовывать. Я даже на прямой, когда разгонялся, он на третьей, по-моему, пробуксовывает. А вы пока загуглите, сколько стоит новый пластик. Серьезно? А где вибрации? Да! Не, ну жму руку. Просто как летом. Я тебе говорю, как летом. Лед, чистейший выберет. Там, кстати, лещи нет. Лед, чистейший выберет. Тяга. 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 Субтитры создавал DimaTorzok